Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Ананас ТВ. И сегодня мы с вами поговорим о новостях, именно что происходит в Турции. Будут позитивные новости об отмене ПЦР-теста, немножко маленький спойлер. И также расскажу, что происходит в России с омикроном, что с границами. В общем, расскажу все самые последние новости, что касается путешествий, Турции и так далее. И как всегда, хотела посоветовать обалденный YouTube-канал, наш канал. Обязательно подписывайтесь, у нас все о жизни Турции, об отдыхе в Турции и куче всякой полезной информации. О Турции, если я еще не говорила. И мы начинаем с самых интересных новостей об отмене ПЦР-теста. В Турции были отменены требования предъявления негативных результатов ПЦР-теста для тех, кто не прошел вакцинацию и не болел COVID-19 в последние 180 дней. Для междугородних поездок на самолете, поезде, автобусе, а также для походов в кинотеатры, театры и концерты. Именно такую новость многие услышали на днях, очень обрадовались. То, что, по сути дела, говорится, что для самолета не нужен ПЦР-тест. Но буквально сегодня пришла следующая, даже не новость, а пояснение больше. Сейчас мы ее с вами тоже послушаем. Полная отмена требований ПЦР-теста в Турции, планировавшейся на днях, все-таки не состоится. Циркуляр, разосланный Министерством внутренних дел в губернаторство 81 провинции, вернул требования о проведении ПЦР-теста при авиаперевозках. Согласно данному распоряжению, тест ПЦР будет по-прежнему запрашиваться у людей, которые не были вакцинированы, не завершили процесс вакцинации и не болели коронавирусом в течение последних 180 дней при международных поездках с самолетом. То есть он понадобится всем туристам из России. Напомним, что ранее Турция отменила обязательное тестирование на коронавирус для посадки на внутренние рейсы и планировала снизить и другие ограничения. В частности, турецкие авиалинии объявили об отмене требований к ПЦР-тестам для внутренних рейсов. Пока отдельные турецкие эксперты испытывают панику относительно этого решения и заявляют, что мы сдались коронавирусу, в туризме строят самые благоприятные прогнозы. Все это особенно важно в преддверии летнего туристического сезона, на который у Турции самые грандиозные планы. И следующая у нас новость касается российского туризма. Слушаем. Для Турции и ОАЭ от Роспотребнадзора прозвучал тревожный сигнал. Наибольшее число случаев омикрона завозят в Россию из ОАЭ и Турции, а также из Великобритании. Такое заявление озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Президиума Координационного Совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19. В Турции данное заявление уже вызвало тревогу в туристическом секторе. Коронавирусный шторм, которым пригрозил Роспотребнадзор, может стать причиной нового закрытия страны. Но самое тревожное для российских туристов то, что Голикова пообещала до конца недели представить новые меры борьбы с омикроном. А по опыту прошлого года такие меры могут включать и закрытие границ. В марте прошлого года Турция была внезапно закрыта оперштабом для российских туристов почти на три месяца. Лидерами по завозу в РФ являются Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Турция. Ну и плотный контроль за российскими гражданинами, которые возвращаются из ЮАР и Танзании, которые проходят полный карантин, тоже показывает высокую выявляемость у таких путешественников, заявила Анна Попова. Всего же, по ее словам, в ведомстве зафиксирован завоз штампа омикрон из 25 стран. Она также отчитала, что на сегодняшний день в России выявлено 305 случаев нового штамма коронавируса, но добавила, что коронавирусный шторм может начаться в любой момент. Благодаря омикрону количество ежедневных случаев заболевания COVID-19 в России может превысить 100 тысяч, заявила она. При этом она добавила, что к такой пессимистичной альтернативе приведут негативные события несоблюдения мер безопасности, отчего число новых случаев COVID-19 может возрастить до шестизначных цифр ежедневно. В Турции центральные туристические СМИ распространили это заявление с тревожными комментариями. Шторм омикрона может поставить под сомнение благополучные прогнозы турецкого рынка на 2022 год. Прошлогоднее принудительное закрытие вылета в Турцию из России в апреле в связи с рекордным числом заболеваний еще свежо в памяти турецкого турбизнеса. Тем более, что ситуация с омикроном в Турции уже оставляет желать лучшего. Вот такая у нас поступила интересная новость из России. Напишите в комментарии, что вы думаете, будет закрытие границ, не будет. Конечно же, очень хотелось, чтобы не закрывали, чтобы все-таки был туристический сезон. В общем, пишите, будем с вами потом весной сравнивать, закрылись или не закрылись границы. Следующая у нас с вами новость – это заявление от министра здравоохранения Турции буквально неделю назад. После завершения заседания научного совета министр здравоохранения Фахритин Коджа сделал несколько важных заявлений. Первое. Количество случаев заболевания коронавирусом увеличилось в четыре раза по сравнению с прошлыми месяцами. Но это не отразилось на заполненности отделения интенсивной терапии. Второе. Люди, которые получили полную вакцинацию, не будут соблюдать карантин при контакте с заболевшими. Третье. ПЦР-тесты будут делать только тем, у кого будут симптомы заболевания. Дорогие друзья, на сегодня у нас с вами все новости. Если вам понравилось это видео, прошу поддержать лайком. Спасибо, кто каждый раз это делает. И также подскажите мне, пожалуйста, у меня все время дилемма идти записывать новости в парк с красивым пейзажем. Но опять же, не всегда красивым. И где шумит, возможно, ветер сейчас. Либо вот так вот напротив симпатичной стены и закрываю такими красивыми картинками. Подскажите, как вам? Все равно, не все равно, как лучше? Все, на этом, дорогие друзья, у нас все. Пока-пока, до скорых встреч. Надеюсь, только с хорошими новостями, как всегда. Субтитры создавал DimaTorzok